В доме этой хозяйки почти все готово к празднику. Атмосферу Нового года создают многочисленные елочки, композиции с природных материалов, мягкие игрушки и открытки. Все это сделано собственными руками Елены Добыш. Сегодня она мастерски владеет клеевым пистолетом и знает названия самых разных материалов для творчества. А еще два года назад она и представить не могла, что посещение одной из брестских ярмарок изделий ручной работы настолько вдохновит, что сподвигнет ее на создание собственных шедевров. Но интерес победил. Елена Добыш начала создание открыток, потом попробовала изготовить куклу, затем освоила топиарии. Часто использую природные материалы, допустим, шишки, желуди, орешки. То есть летом собираю какие-то сухоцветы, использую ткани, ленточки, бусины покупаю. Елена Добыш раскрыла секрет создания новогоднего дерева. Декораторское решение оказалось довольно простым в исполнении. Главное – запомнить всего несколько правил, говорит рукодельница. Четко вымеренный конус, будущие елки, плотная ткань, атласные ленты и дело за малым – последние штрихи. Дополнить новогоднюю красавицу Елена решила шишками и орехами. Впрочем, фантазии здесь только приветствуются. В итоге получилось довольно креативное праздничное украшение, которое создаст новогоднее настроение в любом доме. Свои работы рукодельница часто дарит друзьям и близким на праздники. Мягкие игрушки делает по просьбам сыновей. Если у меня есть какой-то повод, кому-то иду на день рождения или какой-то праздник, ну вот уже тогда стараюсь подобрать то, что человеку ближе, что интереснее, что подходит к интерьеру. Сегодня Елена Добыш осваивает профессию флориста. Работа напрямую связана с творчеством и фантазией. В преддверии праздника идей много. Новый год вдохновляет на создание необычных декораторских решений. И это только плюс. В творчестве Елена останавливаться не планирует. Уже совсем скоро собирается освоить изготовление украшений. Глядя на то, как волшебным образом в руках женщины рождаются шедевры, сомневаться не приходится. У нее все получится. Мне очень хочется научиться. Я уже в интернете прочитала мастер-класс бижутерии из эпоксидной смолы. Оно очень красиво смотрится. Я уже насобирала, насушила цветочков травинок разных. И вот когда это заливается эпоксидной смолой, делаются красивые сережки, броши, подвески. Ну вот после Нового года, может, я и попробую себя в этом виде творчества.